Счет 2-1 на его пользу, попытаюсь я в следующей партии не доводить дело до острого цвета, потому что, к сожалению, не работает у меня должным образом. Слэй ЧС на падающем флаге. Так что надо решить исход партии раньше. Б3. Еще если я пойду к Е4 здесь. Давайте проверим. Причем если конь Дрия надо будет еще посмотреть, может быть возьму ладью, а может быть и не стоит, у белых должна там быть какая-то компенсация, но нет, сыграно просто лон ЦС на 3. Я могу забрать качество, но позиция белых будет достаточно активна. Поэтому пока постерюсь это делать, поставлю конь Ц3, а там посмотрим. С другой стороны конь Ц3, конечно, расположен нестабильный, вариант тогда же может потеряться. Конь А6, второго коня на Б4. Беды не могут никогда играть слом Б2, потому что всегда последует конь Е2 шаг. Достаточно интересный получился дебют. Нестандартный. Может быть Александр сыграет Д4, чтобы нивелировать воздействие слона на Ж7. Но правда конь все равно приходит на Б4. Он подвисает на 2. Вот так и сыграно. Да, видимо взятие было вынуждено, потому что слишком много неприятностей для белых, создавали эти кони. Все равно конь ЦТ остается сильной фигурой. Сразу сбить его нельзя, на конь Б1 последует ДЦ с перевесом у Шернер. Поэтому Е3. Сыграю слон Ф5, подграживает слон Д3 в рент. В целом можно было взять на А2, но пешка никуда не убежит. Может быть вообще просто сыграть король Х1. Ничего сильно умнее с белого я тут не вижу. Король Х1 исполнил, слон Д3. Хотел повторить ходу один раз, может быть имеет смысл. Слона белого никак сразу на пасть не могла. Сыграю конь Д2. Конь ЦТ3. И вот сейчас уже посмотрим, что делать. Конечно, повторять позицию второй раз я не буду. Наверное, просто возьму эту пешку. Немножко обидно брать Б1 на 2. Нарушается координация черных фигур. Ну и так же. Таким образом, я признаю, что не получилось добиться ничего более серьезного сразу. Но все равно пешка есть пешка. И надеюсь, что в каких-то позициях эта лишняя пешка будет сказываться. Слона Ф1. Сыграю слон Ф5. Может быть не стоило. Может быть надо было поменяться и пойти к Конь ЦТ3 сразу. В данном случае у черных остается перевес. Уже 4. Видимо, слон Е6. На Конь Ж5, Конь ЦТ3. Я проигнорирую грозу этому слона. Потому что черные там быстро взорвут центр. По крайней мере, на это я надеюсь. Поэтому да, слон Д3 играет Александр. Мне надо возвращать коня. Ну да, в этой позиции, в принципе, единственный шанс Белла стоит в том, чтобы организовать какую-то активность на королевском фланге. Сыграю на Конь Ж5. Обратите внимание на положение Ф8, короля Х1. Пытаюсь найти способ этим воспользоваться, но, конечно, такого способа нет. Видимо, Александр готов следующим ходом пойти Ф4. Все равно, наверное, отведу слону на Д7. Ф4, Ф6, правда, там будет удар Конь Х7, который я почти зернул. Да, тогда придется играть С8. Ожидая ответа Ф3, напоследовало даже Ф4. Интересно. Ну, проверю замок соперника, возьму Н4. Теперь просто слон Х5. А, и там все равно Конь А6. Значит, может быть, просто пойти А6. или же сыграть на h5 и после коня h7 просто все это перебить и убрать короля на g8. Давайте так сделаем. Да, вот как раз в такой структуре кони циты расположен несколько неудел, то есть фигура очень сильная, но короля защищать никак не помогает. Ферзь h4, ферзь e6, а ладья идет на h3, интересно, какая пока слона f6. Да, вынуждена тут повториться. f6 или f5? Попробуйте f5. Куней 4. Шах. Еще один шах, наверное. Еще один шах. Да, и теперь падает конь на f3. Забавная получается концовка. Недооценил я контрагрую Александра на королевском фланге, но все-таки в итоге перегитрил. Пока всем спасибо за внимание, наш матч продолжается.